Привет всем! Сегодня мы вновь встречаемся с Леной и продолжим наши информационные выпуски. Если на прошлых встречах Лена рассказывала нам о Турции, то сегодня она расскажет нам о Египте. Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о таком нашем любимом и популярном направлении, как Египет. Что же такое Египет? Это государство, расположенное на двух континентах. Африка и Азия. Столица Египта является, я думаю, все мы об этом знаем, Каир. Страна у нас омывается Красным морем и еще Средиземным морем. Египет граничит с Израилем, сектор Газа, Ливии и Суданом. Так за что же все любят Египет и что там такого интересного? Египет, естественно, славится своим Красным морем. Красное море очень потрясающее, очень чистое, прозрачное. Есть коралловые рифы. Возможно, кто-то не знает, но в Египте, в Красном море, имеется 27 видов кораллов со всего мира. То есть, естественно, туристы едут посмотреть на это чудо. Очень красиво, естественно, привлекает достаточно большое количество рыбок. Занимаются дайвингом, занимаются снорклингом. Курорты Египта славятся у нас не только Красным морем, но и своей исторической частью. То есть, можно совместить приятное с полезным. Искупаться в Лазурном море, погреться на теплом солнышке и, естественно, посмотреть культуру арабской страны. Что еще предлагает Египет? Естественно, это сервис. Туризм развивается в Египте давно, с 1983 года, то есть в порядке 40 лет. Находится на высоком уровне. Каждый курорт в Египте предлагает широкий спектр туристических услуг и развлечений. Что можно сказать по направлению на данный момент? В 2019 году запущены полетные программы как через Каир, то есть прямой перелет далее автобусом до курортов, так и через Анталию. Также вы летите в Анталию, пересаживаетесь на прямой рейс до непосредственно самих курортов. Аэропорт у нас находится в Шарме, в Шарм-эль-Шейхе и находится в Хургаде. Соответственно, перелет осуществляется сразу на курорт, который необходим туристам. Далее садятся уже в автобусы и разводцы по отелям. Египет еще привлекает отсутствие оформления какой-либо визы заранее. То есть в Египте виза есть, но она ставится по прилету. Стоимость ее как была, так и остается 25 евро, либо долларов. То есть смотря, что турист везет на курорт. Есть Only Sinai, то есть если турист не превышает 14 дней на отдыхе, то можно отказаться от данной визы, но это касается только Шарм-эль-Шейха. То есть вам ставит он Only Sinai и вы, естественно, не покидаете курорт, находится только на территории Шарм-эль-Шейха. Что касается самой поездки, для этого требуется только загранпаспорт и ваше желание лететь и отдыхать. При оформлении, так же, как и по другим направлениям, турист получает ваучер на заселение, отель, маршрутные квитанции на перелеты и страховку, страховой полис. В принципе, вот этой легкостью в оформлении поездки так же привлекает Египет туристов. Что можно сказать по направлениям? Самыми популярными направлениями, как были, так и остаются, естественно, Шарм-эль-Шейх и Хургады. То есть большее число туристов едет отдыхать именно туда. Какие же особенности между этими курортами? То есть как вообще выбрать, куда туристам полететь отдыхать? Где лучше? Какие пляжи? Какие особенности в отелях и так далее? В общем-то, возьмем, давайте для начала про Хургаду. Город, административный округ у нас Египта, который находится на западном побережье Красного моря. Хургада более древний курорт, в отличие от Шарм-эль-Шейха. Отели расположены в основном на первой линии, вытянуты вдоль побережья. Отели различны как от бюджетных, так и о ВИП-уровнях, но по большей части имеют большую территорию, инфраструктуру, аквапарки, детскую инфраструктуру. Это мини-клубы, это детские площадки, детские бассейны. В Хургаде пологий песчаный заход, поэтому с детьми едут в основном в Хургаду. Что касается температуры воздуха, в основном Хургада посещается осенью и весной. Температура комфортная, 30-35 градусов, вода очень теплая. В остальное время, особенно зимой, наблюдаются ветра. То есть, может быть, из-за этого чуть прохладнее температура воздуха, некомфортнее купаться. Что еще касается Хургады? Хургада – это город, естественно, с местным населением. То есть, местное население проживает. В этом городе можно выйти за территорию отеля, посмотреть быт, арабскую культуру, ходить по магазинчикам, пообщаться с египтянами. И сами египтяне очень приветливые, очень добродушные люди могут вас зазывать к себе в гости, то есть, приглашать посетить свое жилище, посмотреть, как они живут. Не нужно этого пугаться, потому что они все делают от чистого сердца. По коралловым рифам. В Хургаде тоже есть коралловые рифы, то есть, любителям дайвинга, снорклинга будет чем заняться, но, возможно, их не так много. Нужно просто подбирать отель уже, соответственно, вашим требованиям. В основном, как я уже сказала, это пологий заход, это мелководье. Семьям с детьми и людям пожилого возраста будет очень комфортно там купаться. Что касается Шарм-эль-Шейха. Шарм-эль-Шейх у нас более новый курорт. Курорт строился конкретно для туристов, то есть, это город туристический, там нет местных жителей, в основном это отели и египтяне, которые приезжают туда на работу. Шарм у нас как раз славится своими коралловыми рифами. Подводный мир очень богат, поэтому дайверы любят посещать данный курорт. Плюс отели более новые, более современные, молодежные, очень много дискотек на данном курорте. Здесь тоже есть некоторые особенности. То есть, здесь есть бухты. Нужно учитывать особенность коралловой корочки в этих бухтах. То есть, например, есть бухта Набк. Коралловая корка достигает от 100 до километра от берега. Соответственно, чтобы туристам было комфортно заходить в воду, отель как-то приспосабливается и устроит понтоны. В бухте Набк более ветрено, так как отсутствует гористая часть, поэтому в зимнее время будет также не совсем комфортно там отдыхать. Но отели делают все возможное, чтобы привлекать туристов. Естественно, на самой территории создаются различные развлечения, аквапарки, большая анимационная команда, которая развлекает туристов круглый целый день. Есть бухта Шарксбей, очень живописная бухта. Привлекает сюда как раз своим шнорклингом, дайвингом. Но в Шарме также есть и песчаный заход, бухта Нама Бэй. То есть для тех, кто хочет посмотреть Коралловый риф, но также комфортно заходить в воду, могут спокойно выбирать эту бухту. Есть где прогуляться, то есть это набережная в той же Нама Бэй, есть рынок, то есть туристам вечером есть как себя развлечь, есть чем заняться. Есть район Соха с поющими фонтанами, то есть также можно там сидеть в кафе, посмотреть, послушать, приятно провести время. В Шарм-эль-Шейх можно ехать круглогодично, то есть здесь просто выбирать в зависимости от времени года, в какой бухту вам более комфортно по погоде. Хургата же, как я вам уже говорила, наоборот, комфортно осенью и весной. Летом в Египет тоже едут, но температура воздуха может достигать до 40 градусов. Поэтому Египет посещаем круглый год. Этим, в принципе, Египет также привлекает туристов. Друзья, разрешите поблагодарить Лену за интересную информацию по курортам Хургата и Шарм-эль-Шейха, по экскурсиям. Пожелайте ей успехов в ее работе, здоровья. Ну и все ссылочки на предыдущие наши видеоролики будут внизу под этим видео. Контактные данные Лены тоже будут под этим видео. Поэтому звоните, обращайтесь, приобретайте туры. Пока, до свидания.